Актуальные проблемы с участностью. История, культура, родная мова и мастацкая слова. Про это и не только. Письменник и публицист Навум Гальперович гутарит с вядомыми людьми краины. Зразуметь и усведомить. А потом озираешься и смеешься с себе. Напевно не отримается о Николе. Вот это стверждение сегодняшнего суразмолца. Поэт, керавник литературно-драматургичной частки в Национальном академичном драматичном театре имя Якуба Колоса Олесь Замковский. Витаю, Олесь. Витаю вас, Муякович. Олесь Замковский. Поэт, керавник литературно-драматургичной частки в Национальном академичном драматичном театре имя Якуба Колоса. Народився в Полоцку. Скончил в Витебске державного университета имя Машерова. Працывал в газете «Полоцкий вестник» с 2013 года у Национальном академичном драматичном театре имя Якуба Колоса, керавник литературно-драматургичной частки. Ажи цявил переклад на беларускую мову шерах пьес. Творы друковались в часописах, газетах, коллективных сборниках и альманахах. Олесь Замковский, автор поэтичного сборника «Наступный припынок». Олесь, я памятую, когда я приезжал в Полоцку, вы уже работали в нашей родной газете, мы с одной газеты вышли, вы у меня брали интервью. Это было давно, и теперь мы поменялись в неком сенсе ролями. И первое питание, которое я вам хочу задать, может быть не по программе, не по сценарии, а вот про наш родный город, про то, что сказал наш земляк. Что мы до того месяца великую ласку маем. Маем, безумовно. Франциска Рына меу рацию, за усёдый будзе иметь, потому что родное месяце – это не просто место, где живут батьки, где они жили. Родное месяце, и для меня это Полоцек, как и для вас, это той часткой света, такое намоленное месяце, где ты отчуваешь себе своим, наполнится. Будут там твои сябры застанутся, одноклассники, первое каханье, те, что ты приезжаешь в этот город, идешь по Нижнепокровской улице, бачишь Софию, бачишь Дзвину, и отчуваешь, что вот тут ты мусишь быть. Отсюль ты пришел в этот свет. Ну наш земляк, який, на жаль, так раптовно пайшов в життя, мой сябра Пятро Васюченко, сказал, что вось Барадуллин меу рацию, когда он написал, что есть Полоцкий менталитет. Вот как ты лечишь, есть Полоцкий менталитет? Есть. Я думаю, что это менталитет как раз у тем, что люди, которые родились в Полоцку, заусюды отчувают себя полочанами. И николи от этого имя, от этого статуса такого не отмолится. Ну вось я так непрыкметно перейшов на ты, потому что все-таки мы земляки, и по взрослению я так склалася, что ну не так, может быть, я маю право так тебе называть. И все-таки мы поговорим про театр. Вось ты писал, мы хочем, каб наш глядач мкнулся зразуметь театр, як интеллектуальное мастацтва. И постановки театр ставит такие, дзебачно-моцная сутность. Вось национальный академичный, драматичный театр имя Якуба Колоса. Тяжко сказать, другий это театр, это первый театр. В любом случае, с национальным академичным театром имя Янки Купала, який стагодзе свое означает, это по-братим, скажем так. Ну, безумовно, это театр одной плыни, это театр одной сутности. Уже на сегодняшний день есть разные профессийные нюансы, есть разные нюансы городов у тым лику. Потому что театр Якуба Колоса, Колосовский театр, это один национальный коллектив, который существует профессийно, который существует в областном центре. Все остатки сконцентровано в нашей столице, в Менске. Я лишь, что театры мусить имкнуться до интеллектуальности, до уздейненных глядача. Конечно, у тых становящих, які сегодня з'является театр, он ставит не только высокоинтеллектуальные творы. Он ставит, конечно, творы для того, как зарабить гроши. Комеды, мелодрамы, детективные истории. Але гэта так само мусить быть интеллектуальным, и мы до гэтага имкнемся максимально. Ну, вось, до речи, коли говорить про гэта, то якраз за некие апошние годы театр Колосовский вызначался некими такими экспериментальными, скажем, постановками и такими, может быть, незвычайными, как вспрымал витебский глядач вот гэта творы. Ну, по-разному. Например, когда мы возьмем постановку «Пахватим меня за Плинтусом», которую ставил мастерский керавник на той час Валерий Анисенко, это так само свой особливый эксперимент у сценографии, и у падачи, и глядач на дива наша, и он вельми мощно вспрымал эту постановку и глядзе в ней. Иншые эксперименты, які отбываются на камерной сцене, воспрымаются с усім по-разному. И, например, ширые глядачы, які идут в театр за давальненнем интеллекту, и они радуются, и они радовались и Франтишку Аляхновичу, и его на постановуце «Тени», и они радовались и уже сегодняшние постановцы «Бальницы на краю света» Христа Бойчева, так само довольно интеллектуальная постановка. А иншые глядачы, які иде в театр просто отпачить, и он глядзе в комедии. Я не хочу Витебск покрывдзець, сказавши, што гэта невеликий город. Город значный, город великий, достатково. Ты мне менш один театр. И вот некая такая семейнасть ёсть у гэтым театры, ёсть, напэв, на свой глядаць, які ходзець постоянно. И все-таки гэта не столица, дзе там некалькі театров, дзе бываюць гастролі, дзе многа праезжая самых розных груп артыстаў, які вось ездзець па абсягах былога Савецкага Саюза. І все-таки як існаваць ў Витебску театру, наколькі гэта складана, ці наколькі гэта прыемна? Ну, безумовна, гэта прыемна, калі глядач прыходзець. Насамряч, і ў Витебску даволі шмат гастролёраў із інших театров Беларусі, абласных і антрэпрызных пастановык достаткова. Але мы им княмся, канешня, каб репертуар був максимальна раскрытым. Каб вось ўсё, што стаїць ў репертуары театра, там, калі божж за 40 пастановык на сёняшній дзень, каб кожная пастановка адбылася на глядача. Максимальна. І таму, калі ў свой час маглі паставіць спектакль па пяць разу, на місяц, то сёння, такая театральна палітика ў нашых театра, што кожная пастановка ілзе толькі адзін разу месець. Выключэн не ёсць, але гэта дзя таго, каб і пафыріць, якбы для глядача пабачу ўен, што театр жыве, театр кожныю пастановку маянае емоць і права, а падругой справе той, што каб актёры таксамы не забываліся свае спектакль, таму што, ну, складана, ведэць, іграць спектакль адзін разу месець, і патым спамінаць аго толькі праз месець, а з другого боку, спадана, калі ты іграеш спектакль ліка пані калькі разоў, нешта стіраецца, нешта, канешні, боўшу досканаліваецца, ну, так мы лічым, але пабываюць розны прікметы. І на контаку, што адзін театр ў Витівску, ну, это не зусім правільна, таму што ёсць ашэ білороскі театр лялька, таксамы профсіній театр, ў якого таксамы ёсць... Мельмі харошы, і шмато знагород межнародных мае, да. Ізумовно, і а кого ёсць пацнавкі для дарослого глядача, напыклад, апошнія пацнавка прошагала, даволі цікавы варіант інтерпретацыі жыцця і творчасті знакамі тага майстра, а мы ёмкнімся зробіць для нашага глядача ця театр не просто цікавым, а місцам для радысті духу, я б сказав так. Ну, ось, калі гаваріць пра тыя речі, звязаные з театрам, звязаные з пастановкай таго, што, з чаго пачынаецца сізон, і што з'являецца візітовкай. Вось, славутая Павлінка ў театры ім'я Янкі Купалы, што з'являецца візітовкай ў театры Якуба Коласа, я так памятаю гэта Нестерка. Безумовно, да, гэта спракаль Нестерка, які ўжо 80 гота, мальшто, існує ў репертуары театра. Ви собі ўявіці, 80 гот. Был створэны ў 41 годзе, прэм'єра адбылася па замежаме Беларусі, ў эвакуаціі, і ў 46-тым спектакль ўжо атрымаў Державны прэмія СССР, і на сёняшній дзень ёон ў репертуары. Для нас гэта не просто спектакль, гэта лігэнда, гэта такі спектакль абрат, як я гэго назвала Татьяна Катович, дактар мастатфознавства, гэта спектакль школа коласускага актёра, таму што ўся трупа театра праходзіць пра гэта спектакль та акцінакш. У галовных ролях, ў масовцы, ў танцах, ў спевах, ўсё ровна ўвесь театр праходзіць. І праз яго праходзіли знакамітыя артысты, вядомыў ў Беларусі, Цімох Сяргейчак, Яніна Глебулская, Александр Ільінські, назаваць можна ўльмі Бога. Я памятаю, як зусім юны Петя Ламан, калі яшчэ толькі был ў такой групі, так сказаць, дзе пэсні співаюць, дзе, так сказаць, ствараюць масовку, цяпёр нестарка. Так, можна сказаць, што ўсчэ вільмі цікаве варіян, што Петро Ламан сэграў дзве галовныя ролі, он іграў галовного гэроя, хлопца, які хоча заваяваць дзяўчыну, ось гэтую насточку, пэсля Фёдора Шмакава, і он став нестарком нашага театра. І да сёняшняга часу трымае, мостно трымае гэтую пазіцію, гэтую ролю ў сваіх руках. Ну, ось, канешня, гэта вільмі важная тема, і тема твоўго жыцця, сёняшняга гэта театр, тым не менш, ўсё такі паэта Лесь Замковскі, недавна на каналі Культура гучалі твоі віршы, ось гэтай кніжкі, наступны прыпынак. І вот гэтая кніга, як ты сказав, плён пятнадцати гадов жыцця, то ісчуды включаны віршы пятнадцати гадовы, давнасті і сёняшні віршы, ўчым, паміж імені, якая розніца, ўчым эволюція паэта, і ўчым ўвогалі сутнаць гэтай кніжкі. Сутнаць, напевно, сама ў назві выкладзіна. Таму што, калі я ствараў гэтую назву, я думаў, як назваць кнігу, я прапановуваў рэдакторам розныя вір'янты, і дзякуючы тому, што ў кніговы давецтві, ў кніга-зборы працуюць професіаналы, яны выбрали гэтай вір'янты, я ім ўдячны за гэта. Наступный прыпынэк – это такі символ бязконцэсті, я б сказаў, таму што кожны прыпынэк будзе наступны. Астарожны дзверы зачыняцца. Наступный прыпынэк, а калі істі ехаць па маршруці жыцця, то кожны прыпынэк будзе наступны. Ну, на які будзе наступны прыпынэк? Ну, на конд назвы сказаць не могу. Я думаю, што далей так і будзе паэтична творчыць развівацца. А на конд пытання, ці развіўся я за гэтай час, я думаю, гэта мусіць адказаць на гэта крытыкі, само сябя ацэніваць така вельмі неудячная справа, на сам рэч. Думаю, я просто паглыбіўся ў нікая взаимаразумэння с самім сабою. Я става больш тонка сябі адчуваць і больш глыбока залазаць творчымі рукам ў свае творчый глыбіні. Наша бліцапытанка. Першыя пытання працягні, калі ласка сказ Беларусь гэта. Беларусь гэта шлях на вертанні до Беларусі. Вось тры месцы, акрімя Полацка, я думаю, дзе варта пабываць кожному Беларусу. Безумовна гэта Новагрудак, Новагрудская горка, дзе стаїць зараз ўжо пауразбурны замак. Гэта безумовна, так паяднаю, так вот, нахабна, усе мястіны, дзе былі і жылі, і тварыли, стваралі колас і купала, таму што нас вялізныя такі комплексы целые музейні. Ну і може быць, як своє власне місце, якоя для мяні радыстным з'являецца за сюды, калі я приезжаю ў Менск, это княгарня Вянок, княгарня, букинистычная княгарня. І пабы жзю музей Максим Багданай. Ну а вот, калі раптам була такая махчымаць, з якой бы вибітной гістарычной асобой, хацялась абсустрецца, пагаманіць. Ну не был б я палачаніном, каб не назваваў Франциска Скарына. Відайць, таму што, ў свой час було тако створану, высловіць і тан беларускага адраджэнні. Чалавек асоба, і тут не ведаю, шо можна які слова назваць, просто які ў сваіх руках трымаў, уззяв на сібі вялізную адказнаць, даць людям мову, кнігу, адукацію, і потым фактична развіццё, таму што ісць, каб не было гэтай кнігі, на колькі б стагодзіу, я шэ б затрымалася развіцццё беларускага народа, як народа, а потым ўже як і націй. Ну і вось, канешня, загадчаку літературно-драматургічній часткі, театра доводяцца шмат чітаць рукопісал п'єз там і гэтак далей, але вось што для душы, што зараз чітаецца, і што б ты параю пачітаць нашым талеглядачам? Я заусіць натхняюся безумовно творчыццю іншых людзей, шырага такажу, я параю пачітаць сянішнім глядачам любые творы, які їм спадабаюцца, Баріса Пятровіща і Альгера Бухаревича. Ну і апошніе пытання, якое мы ставім кожному, хто ёсць вот тут суразмовцам маім, што для вас білоруская мова? Білоруская мова – гэта душа нашай білоруская нація, бо душа яна бісімяротная і вечная. Дякую, Алесь, жыдаю поспіхав, а я нагадаю нашым талеглядачам, што сёнішнім маім гостям і суразмовцам біл паэт, загадчик літературно-драматургічній часткі театра імея Куба Колоса, Алесь Замковський. Сустренимся.